ЦСКА. Три вопроса. Первое. Вас кто-то удивляет из игроков в плохом смысле этого слова. Ну правда, есть ли сейчас такой игрок в ЦСКА, который играет гораздо хуже своих возможностей? Ладно, давайте исключим из списка Влашича, сейчас там непонятно, что творится, но если брать остальных... Возможно, до Трамп смотрелись лучше Дзагоев и Кучаев, но когда это уже было, Дзагоев, так вообще, наверное, в 2012 году. Это я на самом деле всё к тому, что персональных претензий к игрокам у меня на самом деле нету. Да, вот так. Они играют как умеют. Если бы могли играть лучше, то, наверное, бы играли, но так как никакого прогресса в игре я не вижу уже несколько лет, то на этой основе я делаю вывод, что состав просто не может играть лучше. Вопрос второй. У вас есть претензии к Березуцкому? Мы верили, надеялись и желали удачи Березуцкому, но разумно ли ожидать результата от тренера, который никогда не тренировал? Должен ли был Алексей отказаться от предложенной должности? Я с огромным уважением отношусь к Алексею Березуцкому, но слишком, очевидно, повторяюсь, слишком. Если команда позиционирует себя как претендент на что-то там, то и тренер должен соответствовать этому уровню. Ну или хотя бы это должен быть естественный шаг вперёд в тренерской карьере, как это было в своё время с тем же Слуцким или же Гончаренко. Ну и третий вопрос. Устраивают ли вас действия руководства клуба? Трансферная политика клуба, а некогда одна из лучших в России, сейчас уже лишь в воспоминаниях. Если раньше мы все ждали нападающего, обновляли новостные страницы в надежде увидеть нового Вагнера или Думбью в форме ЦСКА на фоне эмблемы клуба, то сейчас даже слухов-то достойных нету. Но своей трансферной политикой недовольны большинство клуба, а ведь на этом полномочия руководства, разумеется, не заканчиваются. Резкие увольнения Анопко и Овчинникова, неожиданное назначение Олеча и ещё более стремительное расставание с ним прямо перед сборами. Стремительные перестановки уже по ходу сезона в медицинском штабе. Заключение контракта с лидером за день до начала чемпионата. Да и, судя по всему, единственное требование к нынешнему тренеру ЦСКА – это чтобы сердце было красно-синим. Ох, где-то это уже было. Таким образом, сформулировав три, как я считаю, главных вопроса, я сам же пришёл к выводу, что у меня нет претензий ни к игрокам, ни к тренеру. Но действия руководства клуба я считаю деструктивными. Футболисты играют как умеют. Кто должен тренировать команду, чтобы игроки перестали пропускать атаки по центру, делать обрезы и начали попадать по воротам? Не думаю, что если придёт условный гвардиола, то всё резко изменится. Скорее всему, ему бы через пару матчей пришло смс о разном видении развития клуба. Алексей Березуцкий славный малый, но ему просто нужно больше опыта и желательно его приобретать не сразу в ЦСКА. Во всей этой истории я вижу только два выхода. Первое – это надеяться на чудо, что вдруг появится мега взаимопонимание на поле, а Березуцкий окажется тем самым человеком, который изменил всё. Ну и второй скучный вариант заключается в том, что руководство ЦСКА сами себя возьмут в руки и наведут порядок внутри клуба. Что тут ещё добавить? Тяжело иногда приходится болельщицкому сердцу, и это нас всех объединяет. Отбрасывая анализ и логику, я, как и большинство болельщиков, наивно верю в команду. Я всегда буду болеть за неё и желаю ей выйти из этого трудного положения. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok